Всем привет, с вами я Ксения Кузнецова и сегодня я вам расскажу про книгу Джером Дэвида Селлинджера «Над пропастью воржи». Эту книгу я читала довольно давно и это она виновница того, что вот вы сзади вот сейчас вот видите вот здесь вот везде. То есть с нее именно и начиналось мое чтение. Мне ее подарила на день рождения подруга и я сразу же не задумываясь стала ее читать. Читала я ее долго, можно так сказать, потому что я сначала не все моменты понимала в этой книге, потому что здесь очень сложно как бы именно вот в качестве прочтения. То есть речь идет о Холдене, это студент, которого исключили из школы, института, не помню. В общем его исключили из школы и в общем у него начинается такой трудный период в жизни, он мечтает об одном, но не может этого никак дочтить. Идет описание жизни одного человека, о его мечтах, которые не могут сбыться и о его настоящей жизни, взаимоотношении с другими людьми. То есть Холден, когда я буду исключать из школы, он собирается жить один как бы и потихоньку идет к своей цели. Но не все у него получается, там и любовь, и бедность, и все, все в этом романе. Сперва эта книга как бы была очень скандальной, потому что ее не понимали взрослые, но зато она нравилась подросткам и студентам. То есть ее даже как бы критиковали, то что она какая-то неправильная пропаганда аморального образа жизни, но нет. На войне все средства хороши, так же и у Холдена были все средства как бы для достижения его цели. То есть он мечтал достичь того, чего не достигли его другие и другие, доказать что-то всем. Возможно я что-то сейчас неправильно говорю, но я надеюсь, что это правильно, потому что это мои мысли, это мои рассуждения. То есть книга мне как бы понравилась, но иногда были такие моменты, когда ее было просто невозможно читать. Она была настолько затянутая в некоторых местах, вот этих особенно описаниях, вот этих подробностей. Это вообще как бы тормозило, вот так вот просто стоп, как на паузу нажали и все, и ты уже не можешь продолжать ее читать. Но местами она была довольно-таки увлекательной и интересной, потому что все эти взаимоотношения между людьми, подростками, студентами, и это просто что-то такое, что-то прям такое реальное в нашей жизни. Так что книга безумно хорошая, потому что пусть ее критикуют как угодно, но она остается классикой, и ее должны прочитать люди, я считаю, до достижения совершеннолетия, потому что тогда уже будет как бы, уже будет именно взгляд взрослого на эту книгу, потому что она роется в сознании все-таки подростка. Так что с вами была Алексея Кузнецова и читайте над пропастью оржи Джерома Дэвида Селлинджера. Всем пока! Субтитры сделал DimaTorzok